Она жутко, на самом деле, тоже не хотела лететь. Я прекрасно понимаю, потому что, ну, на самом деле, мне ее, честно, жалко. Честно, действительно, очень жалко, потому что, блин, ну, это просто бедный ребенок, на самом деле. Ну, издевательство, на самом деле, просто над артистами. Просто издевательство над артистами. Если бы Мария Керри, я думаю, не смогла, она послала бы кассетку, да, или кто-то еще. Он говорит, что наконец встретил тебя. Лен, это хорошо, что ты можешь меня видеть, вот так вот реально смотреть друг на друга. Ну, что-то скажи. Лен, а что он это? А мне никто что не переводит? Лен, ну, переводи. Пошли, сейчас потом с Сэм этим пообщаешься. Лен, давай нормально. Ну, потом, потом. Давайте, Лен, давай, давай, сейчас снимаем, потом месяц расстояние. У меня встречи серьезно сейчас проходят. А он долго увлекаетесь каратэ, да? Как долго ты занимаешься каратэ? Как долго? Ой, эта рыба не очень хорошо пахнет. Нет. Но она настоящая зато? Нет, пахнет не вкусно. Вы тоже из России? Он снимает фильм. А, Россия, такая белая страна. Очень белая. А это мой новый режиссер. Вот этот человек. Он из Джамайки. Он снимает фильм. Это очень хороший фильм. Милый фильм. А Маффины от Джамайки. Очень хороший фильм. Очень хорошие характеры. Он написал так, такую историю. Ты можешь чувствовать каждый персонаж в этой истории. На самом деле, мой разум. Чтобы прилететь туда, как бы через час оказаться на вручении, там нас только на час завозят в гостиницу. В таком состоянии ты будешь там краситься, собираться, приходишь на вручение в таком состоянии. Знаешь, все люди как люди, а ты вот такая вот вся. Знаешь, как бы через 6 часов лететь опять в Москву. Там 16, сколько там, часов. Почему, как бы ты не поехала? Не хочу. Ну, как это сказать. На самом деле, просто так никто не делает. Когда сначала не едем, а потом за 5 часов в до улицы начинают сообщить, что едем. Хотя ехать, знаешь, туда с таким настроением. Зачем? Кому это надо? Зачем ехать туда без настроения? Быть злой? Там, я уверена, что она наверняка и плакала. Или плачет в самолете. Я уверена, потому что ей обидно, что, во-первых, она одна летит без меня. Я думаю, что, естественно, завтра праздник. И наверняка какие-то у нее были планы с этим одним человеком. Там или с мамой, с папой, неважно с кем. Но, как бы, я думаю, что действительно неприятно, когда она планировала одно, а получилось совсем по-другому. Зачем туда лететь? Ну, Ленка, она, на самом деле, такой человек. Она не будет ругаться, она не будет проситься. Ты прекрасно это знаешь. Она может там сначала что-то сказать, что у меня тоже есть свои планы, но вот это все равно она, как бы, ну, придется. Зачем насильно себя заставлять? Зачем, если, как бы, да, блин, послали бы кассет. Ну, это бред то, что люди с MTV не берут кассет. Ну, это бред. Ну, все артисты так делают. Все артисты так делают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ваня, что надо сказать? Да. Кому? Яковлеву? Да. Он должен с ним встретиться и сказать, что надо работать. Например, у него есть материал полностью на диск. Пап, ты не прави это, потому что он не согласен. Он должен, да, например... То есть он это скажет и в любом случае... Нет, 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 нет. Он должен, например, все показать. Не как он раньше девочкам говорил о том, что у меня все есть и ничего нет. Он должен показать все, что есть. Папа, мне не надо. Договориться с девочками. Договориться с девочками, если девочки... Да потом Ваня придет, вот реально скажет и предложит, что надо работать. А мы с ним расскажем, что нам Ваня не нужен. Мы не хотим с Ваней работать. Как бы он нас прощения не просил, как бы он нам композиции не предлагал. Все. Все. На сегодняшний день надо все пробовать. Все пробовать. И общаться. И общаться. И как-то... Это можно все сделать? Можно. Ну ладно, будем тогда ждать новых звезд. Нечаево или как ее зовут-то? А если нам убежать... Ну это на самом деле все к этому и шло. Она, блин, меня копирует, как только может. А похуже. Ну она сделала я хвост, на следующий день она приходит с хвостом. Сделала я два хвоста, на следующий день она приходит с хвостом. И кому? Алло. Здравствуйте. Никак, причем... Мне она так ужасно вообще на самом деле не нравится. Спать. Вот так же и он, понимаешь? Деньги не нужны. А я их буду себе брать. И покупать себе машины. Понимаешь? Ну, херня, понимаешь, какая-то получается. Ну хорошо. Ну ты получай деньги. Ну ты хоть зарабатывай их тогда. И дай другим зарабатывать. А то получается так. Вот знаешь, вот снял кусок и побежал в другое место. Кому такая работа нужна? А получается так, что... То есть он их до такой степени затерроризировал и сделал из них своих каких-то таких вот, что он может, например, этой же артистке сказать, что там, ты дура и пошла ты вообще отсюда. Ты попробуй брить не спирс там или вытни Хьюстон. Скажи, продюсер такую вещь. Завтра же будет уволен без содержания. Понимаешь? Какой бы ты ни был гениальный. А у них, я думаю, что все гениальные продюсеры. А он себе позволяет этим звездам, чтобы они его ждали по два часа. Он может приехать и сказать, вы еще два часа подождите, я пока тут *** покурю. Кто себе такое может позволить? Когда он сказал, что думать типа о своих фанатах, это вообще самое последнее дело. Я хотела ему сказать, извини, знаешь, не думая артисту, да, для кого вообще мы существуем. Можете себе представить? Он говорит, если думать, как мы типа думаем о своих фанатах, что им интересно, это типа самое последнее дело. Я так сижу, на него смотрю, я больше ничего не сказала. Я просто встала и пошла там общаться с Ксюшей, потому что я поняла, что все, говорить бесполезно. Потому что мистер Шаповалов давил тебе портрет свой. А, вот он. Ой, слушай, он мне, главное, знаешь, дарит подарок на день рождения, говорю, Ваня, а что там? То без чего, говорит, ты не сможешь. Я говорю, ну что там? Он говорит, приедешь, говорит, типа домой, говорит, посмотришь, я открываю, а там ваня, глядя. То, говорит, типа без чего ты не сможешь. Так. Смотри. Смотри. Круто. Чтоб все мыкалось. А когда будет висеть, чтобы... Причем рамка красивая, на самом деле, мне нравится, как рама сделана. Это он ей подарил, чтобы она молилась на него. Слушай, такой писарюга, как икона вообще, да, сделала? Ну даже здесь он другой. А может быть вытащить фотографию его? И чего, и кого-то, да. А вот попробуй, Олег, Олег, попробуй вытащи фотографию. Ну попробуй. Ну вытащи, я знаю. Ну попробуй. А что там будет? Ну вытащи. А, там может быть будет это, ты думаешь, что это какая-нибудь икона, да? Потому что рамка такая, он когда подарил, почему он такой, говорит, типа ты без этого не сможешь. Ну он такой, там все же завернутый. Я смотрю, такая, я не пойму. Я сначала не поняла, думаю, такой прямоугольный, какой-то квадратный, думаю, что это такое. Он говорит, придешь, говорит, типа это, откроешь. Я перезвоню ему, говорю, блин, Вань, ну царевка она историческая вообще. Ёпроси ты. Вот. Ну а тут Ваня. Прикольно. А почему он эту фотографию, интересно, положил назад? М? Как ты думаешь? Вот это классная фотография, да? А почему он ее вот так назад? Смотри, он за себя ее прямо брал. М? Как ты считаешь? Я как считаю? Ну ты как думаешь? Не знаю. Он тебе дал возможность, еще положил два листа, для того, чтобы ты выбрала, что сюда положить. Да ладно, это и бред. Нет, ну он, знаешь, у него как бы это, другое, я думаю, по-другому. Смотри, его фотографии, сзади именно вот эту вот. Именно сзади, да, вот так вот он ее прислал. Почему так? Ну, наверное, потому что я за ним шла. Бездущики, блин. С ним шла. Да нет, с ним можно было бы идти. Если бы он шел, оставить. Пожи, да, оставь, пусть так будет. А может, не надо? Нет, пусть так будет, не надо, оставь, оставь. Как подарил, так пусть и будет. Не надо, не надо, так, оставь прям. Пусть, пусть будет, папа, оставь, это его подарок. Мне вообще, конечно, интересно, так. Впечатлила тебя? Угу. Все, зря мы это показали. Юлька сейчас будет за Ваню переживать. Правильно, а что не переживать? Нормально? Да нет, я за него всегда переживала. И все за него переживают? Да, Виталик, все равно, знаешь, какие бы отношения не были, да, что бы не было, все равно он уже за эти, как бы, три года действительно близким человеком стал, знаешь. И для нас все-таки, конечно, он нас поднял. Вот большое ему просто спасибо, что он нас на самом деле сделал такую группу. Потому что в начале сам, действительно, он был молодец, а это сейчас у него там. Понимаешь, а в самом начале, извини, такого проекта не было никогда до него. Понимаешь, он нас и в Америку, считай, он нас, понимаешь, поднял. То есть он как бы, ну он молодец, он действительно, он молодец. Жалко, конечно, что вот так вот у него все. Нет, но... Повернулось действительно просто. Да ладно, ну куда тебе столько этих, никуда уже не денется. И в чулан. Помимо Вани, помимо Вани, в вашей жизни еще участвовало очень много других людей. И я считаю, что большая, очень большая заслуга. И Ленке Кипер, очень большая заслуга. И Лени, и этого какого-то композитора, как его зовут-то? Галаяна. Да никто с этим не спорит. А Ваня просто-напросто... Нет, ну просто, пап, все равно, в любом случае, в любом случае, идеи-то чьи все? В любом случае, идеи все Ванины, понимаешь? Ну, я думаю, что... Всех акций, всех Ванины, это все идеи. Понимаешь, Лена Кипер, понятно, она там что-то помогла, какую-то там строчку я сошла с ума написать. Галаян помог им писать музыку. А идеи-то все его. Понимаешь, он все эти песни был, присутствия песен. Он все отбирал, весь материал, он придумывал. Понимаешь, все как бы сделал он.